Audi обновила флагманскую модель A8, которая, кстати, теперь не просто модель, а целое семейство. От дореформенной машины новинку легче всего опознать по оформлению передка, ведь фары изменили форму и содержание. На смену светодиодной матрицы пришли подвижные микрозеркала, способные менять форму светового пучка. Задние фонари обзавелись начинкой из органических светодиодов, что умеют включать предельную яркость, если другой участник движения подъезжает сзади слишком близко. Кстати, при заказе машины нужно выбрать один из двух вариантов рисунка. В салоне минимум новшеств, разве что для задних пассажиров предложены новые дисплеи медиасистемы, плюс матричные плафоны освещения. Другая опциональная история – пакет декора S-Line, чтобы представительский седан внешне напоминал 600-сильную Audi S8. Отдельно можно заказать расширенный хромированный декор или черный пакет. Единственная техническая обновка касается подзаряжаемого гибрида. Так, пиковая мощность силовой установки, построенной вокруг трехлитровой шестерки, выросла на полтора десятка сил. Остальные версии – прежние. Все они имеют восьмиступенчатый автомат, постоянный полный привод и мягко-гибридную надстройку. В базе стоит пневмоподвеска, но за доплату есть активный вариант и полноуправляемое шасси. Увы, но обновление не принесло долгожданного мотора W12, а давно обещанный автопилот третьего уровня пока остался несбыточной мечтой. Что касается семейственности, отныне восьмерка состоит из упомянутой S8 и сразу трех вариаций по длине. Стандартный, удлиненный и теперь вдобавок сверхдлинный. Если Mercedes-Benz использует для роскошной версии своего S-класса суббренд Maybach, то Audi решила вспомнить марку Hörg. Сам бренд Hörg почил почти столетия назад, а теперь под забытым именем решено именовать растянутую версию длиннобазный А8. Топовый седан помогут опознать оригинальные 20-дюймовые колеса, фирменная решетка радиатора, богатый хромированный декор, плюс хорошо заметные логотипы Hörg на задних дверях и ступицах колес. Главная особенность интерьера – в конструктиве задней части. Там есть раздельные кресла, массивный центральный тоннель, охлаждаемые подстаканники и небольшой тачскрин медиасистемы. Пока готов лишь трехлитровый вариант, но только потому, что первыми возрожденный Hörg распробуют китайцы. Ждать ли новинку всем остальным? Есть шансы, что да, ведь успех Mercedes и Maybach явно кружит голову маркетологам Audi.